Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания всем, кто меня сегодня смотрит. Девочки, пожалуйста, поделитесь опытом, кто, как и на чем сейчас экономит. Вот мы приехали домой, я подбила чеки, и вот за один выезд мы были на заправке в магазине, заехали, заплатили за летний лагерь, и в итоге на карточке минус 588 евро. 98 это заправка первой машины, 120 моей машины, 140 потратили в супермаркете, 200 евро это летний лагерь, почти 200 евро, там 19 чем-то в день с питанием. И на тридцатку купила маме лекарства. Это те лекарства, которые не возмещаются. Витамины купила, магний купила, пластырь на спину купила, мазь для ног купила. И вуаля! Выехал на 2 часа, и 600 евро нет. Я, знаете, раньше, если ехала в магазин, я писала список, и уже, ну, ты знаешь постоянно, какие продукты покупаешь, и просто машинально подходишь, открываешь, складываешь. И сейчас я уже стала смотреть, там, например, такая ветчина и такая ветчина, вот это идет по скидке, ну, то, что я беру постоянно на ней по скидке, другая идет по скидке. И начинаешь смотреть, сколько цена за килограмм. Второе, ну, это уже, знаете, ну, такого я еще никогда не делала. Возможно, кто-то более экономный давно так поступает. Перед тем, как поехать в магазин, я мониторю цены. Например, в Карфор, там, такие-то цены, на то-то, на то-то скидки. Вот мне там нужны вот эти продукты. И сейчас я вот смотрю, даже там со скидками, какое расстояние от дома, если ехать на машине, сколько я потрачу бензина, стоит оно того или нет. Раньше я над этим не задумывалась. Как бы, если я выезжаю в ним, в большие супермаркеты, то я знаю, там, я могу заехать туда, я там куплю еще то, там, я там посмотрю то. И сейчас, затем в машине не включаю кондиционер. Да вообще, я вам могу сказать, что сейчас я практически редко-редко пользуюсь автомобилем, потому что, если куда-то нужно сходить, как бы аптека, она недалеко. Если в супермаркете немного надо купить, я хожу в наш местный. В школу за Милен ходила и забирала, и отводила тоже без машины, все пешком. И я уже, честно говоря, я не знаю. Не включать кондиционер в доме. Включаю, в принципе, только на ночь. И стараюсь открывать с утра и ночью все окна и двери. Как только солнышко поворачивается, закрываю. Ну, я уже не знаю. Если уж прекратить мыться, если прекратить готовить, пользоваться. Опять же, все продукты, которые сейчас покупаю, стараюсь брать. Вот, например, раньше было как? Хочется рыбки. Ты приехал в магазин, тебе хочется рыбки. Ты ее взял и купил. То сейчас я смотрю, ага, рыбки по скидке нету. Значит, рыбка подождет. Ну, я уже, честно говоря, не знаю. Не знаю. Ни парфюм я не покупаю. На этих сольдах это, ну, практически вообще я ничего не потратила. И что ожидает с этой... Ну, как бы, сейчас у нас многие, тоже мы вчера с Пером спорили по поводу автомобиля. У меня гибрид, бензин и батарея. У него обычная, без гибрида. И что сейчас, ну, некоторые наши знакомые даже брали кредит, чтобы купить автомобиль электрический. Что, как бы, неизвестно, как там будет с топливом. Цены растут. У бензина вообще сейчас посмотреть расходы, да, и хоть на магазин. То есть, и раньше старые чеки прошлого года, я когда разбирала, то вот такой вот чек в два раза больше, чем сейчас. Там 75-78 евро, ну, до 80 евро. И сейчас в два раза меньше, 130-150 евро. Как бы, цены практически в два, а то и больше поднялись. Бензин, то же самое. Если там раньше заправлялись, ну, про Украину я вообще молчу. Если мы вот эту мою большую машину заправляли, там, 1200-1300, это даже, ну, сколько, 35-40 евро на те деньги до войны вот это было. То сейчас я, ну, просто, честно говоря, я не знаю. Я не знаю. Опять же, когда беседовали, когда девчонки приходили, макияж делали и беседовали по поводу использования. Показала же я вот эту свою аэрогриль, в которой я там и картошку жарила, и креветочки, и курочку. И что надо тоже такое купить, потому что, как бы, она маленькая. И духовку, если включать, то насколько больше электричество тянет. Что сейчас уже, если раньше, как бы, ты покупал, ты дома готовил, и, там, если, там, курица, филе, там, оно, господи, копейки стоило, то сейчас такие цены. Плюс, если включить туда стоимость электричества, вот, понимаете, уже мы вот, ну, здесь вот во Франции я рассказываю то, как вот мы общаемся с моими знакомыми, с моими подругами, с, ну, в семье тоже. И что уже начинаем считать, выгодно ли тебе будет это приготовить в духовке. И когда же разговаривали, я говорю, ну, что, девочки, будем, вот, стираем же мы ночью, посудомойку на ночь включаем, будем теперь, ну, и готовить все ночью. Опять же, люди меняют газовые плиты, что газ в баллонах в одном магазине, там, три или четыре, там, их разных видов очень много. Потому что одна плита, там, кажется, бутан, другая пропан, там разный газ, и, как бы, ну, сами плиты тоже под разный газ они идут. И сейчас люди ставят электрические вот эти плиты, ну, как индукционные, потому что, ну, электричество во Франции есть, у нас много вот этих вот станций, которые вырабатывают электричество. Плюс у многих панели на крыше стоят установлены уже, что, как бы, ну, от электричества ты не так зависим, как, например, от газа. И люди сейчас вот это меняют. И что, что еще? Я думаю, ну, на чем еще можно экономить? Ну, на чем? Я не знаю. Косметику тоже купила самое-самое-самое необходимое, и самое-самое недорогое. Тут у меня еще пылесос начал барахлить. Я уже, вы знаете, чуть что-то где-то там, ты услышишь в машине какой-то звук не такой, тебя уже трясет, что это надо что-то менять, что-то надо ремонтировать. Пылесос стала пылесосить, вот уборку когда делала на днях. И раньше вот он такой мощный, но он уже старенький у меня, правда, но такой классный. Мы и в суммах такой же купили, только новый, более новую модель. Он просто вот, ты знаешь, так раз, 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 и все, у тебя не надо. Там еще эта скорость крутится меньше, больше там для дивана, для фаласа, для пола. И сейчас еще и пылесос надо будет покупать. Ну, понимаете, раньше это было настолько все бытовое, настолько как там, ну, крупные покупки, конечно, там, если там диван какой-то нужно купить, здесь они дорого стоят, мебель дорого, новая я имею в виду, или там какая-то душевая вот эта вот установка, как, ну, кран, душ, что такой в пределах от 400 до 700 и выше, это как бы, ну, среднюю цену называют. То сейчас ты уже пылесос, как бы миксер, пылесос, вот такие, вот там утюг какой-то, ты над этим даже не задумывался. И сейчас вот уже я так пылесосила по 10 раз на одном месте повозила. И, ну, не знаю, гладить, наверное, перестану совсем. У меня опять целая корзинка глажки стоит. И гладить надо. Ну, как и глажу, я сейчас уже, знаете, я уже рассказывала, что только там платьица какие-то, Мелешкин, и мужа рубашки, Артура рубашки, такое футболки какие-то, уже я не буду гладить. И жарко, и электричество, и на медикаменты тоже цены поднялись. И все меньше и меньше у нас возмещается по страховке даже, по дополнительной. Оно же, знаете, как хитро связано. Многие думают, что у нас тут, ну, как бы ты платишь страховку, как бы логически, как подумать, ты платишь обязательную страховку, вот это, что карта Виталия у нас идет, и дополнительная, и матюэль она называется. И как бы та и та совмещаются, и все тебе возмещается. Но нет. Если официально вот эта вот страховка покрывает, возмещает что-то так, это вот и с очками, но совсем с зубами, то тебе возмещает и вторая страховка. А если там первая не возмещает, то и вторая, как бы, я сегодня была удивлена, что спросила один препарат для мамы, говорю, ну, если там сколько он стоит, и говорю, если нужна рецепт, мы пойдем выпишем рецепт, потому что маме по рецепту там препараты бесплатно идут, как бы у них есть такая страховка, которая возмещает. Она говорит, не-не-не, не нужен рецепт, потому что можете купить в свободном доступе. И как бы, как бы вот так бы. Плюс уже сколько тут месяц до школы остался, новый рюкзак нужен. Здесь, в принципе, хорошо, как бы они, ну, книги, там, тетради, это все за счет школы или мэрия там что-то дает. Вот, как бы там, такое, резиночки, там, фломастеры, какие-то там, сколько-то тетрадок, они выдают список, и как бы ты по списку дополнительно покупаешь. И основная часть, конечно, бесплатно за счет государства идет. Но, тем не менее, и рюкзак нужен, и спортивный костюм я купила, кроссовки купила, когда мы приехали. Но все равно, и то надо, и это надо, и малая растет. Вот, нас, конечно, очень выручили, когда мы приехали. Вот, мамы-одноклассницы ее, потом друзья наши, там, подавали в очень хорошем состоянии, Миленочки. Много там и шортики, какие-то такие, платьица красивые. Ну, все, раз-два она у меня вымахала уже, ну, вот так вот мне. И уже все, шортики, так, еле-еле, еле, тискивается. И такие корочки, говорю, доченька, уже говорю, Миленочка, не очень прилично в таких шортиках ходить, что опять на осень. И, ну, ботиночки купила немножко на вырост, я на скидках. И опять, ну, детки есть детки, они растут, не стоят на месте, как бы мы уже обойдемся, но я уже не знаю, на продуктах экономить, это уже вообще-то, да, я не знаю, ни есть, ни пить, ничего не надо. Ой, ну, такое, девочки, мрачное настроение. Я понимаю, что вы в таком же самом положении. У меня много подписчиков и из Испании пишут, и из Италии, что цены на все поднялись, и Германия тоже очень много, девчонок. Что цены космос, что цены растут быстрее, чем зарплата. Зарплату никто не поднимает, и даже более того скажу, когда вот в начале месяца, да, Пьер делал смету, и с учетом стройматериалов на тот день, ну, ты делаешь полностью, потому что ты же не закупаешь сразу все, ты покупаешь по частям. Там первый этап работы идет, идет закупка первых материалов, потом вторых, потом третьих. Но смету делаешь полностью, ну, на всю работу от А до Я. И когда первые материалы купили, все по той цене, как поставщики предложили. И когда уже вторая часть закупки пошла, это как бы не только у него, и это везде так, и сантехники тоже самое жалуются, и электрики жалуются, что там какие-то такие маленькие штучки, и то они сейчас стоят как будто вот такие вот большие штучки. И уже вторая часть, она шла по другой цене, и когда подписана уже вот эта вот дави, ну, это смета, уже ты не имеешь права поднять цену, как бы вот так вот у них. И я говорю, может, в следующий раз нужно как-то составлять несколько вот этих дави, чтобы там, ну, на одну часть работы вот так вот материалы такие, там через две недели на вторую, он говорит, да нет, пока такое не практикуется, но что дальше будет, неизвестно. И тоже клиент заказал смету там на ремонт, что-то там и бассейн надо модернизировать, и пристройку какую-то делать. И уже по вот этим новым стройматериалам, как бы ты хочешь сам покупаешь, хочешь, как бы тебе предприятие, которое там, фирма, которая занимается, может купить. Ну, то есть заказчик или кому ты заказываешь, покупает кто-то один из двух, как бы такой тоже вариант возможен. И уже по новой цене, говорит, видела бы ты его лицо, он испугался. Говорит, ну, мы как-то даже на такую сумму не рассчитывали. Во-первых, говорит, вот мой тариф, я ничего не поднял, вот как он был в прошлом году, так он, вот моя работа, вот оно, столько стоит сантехник, вот смета сантехника, у него тоже, что поднялось, это именно стройматериалы, которые используются. Плюс там бензин же сейчас, если бы вызываешь, там машину заказываешь, там трактор, чтобы там траншею рыть, они же тоже все, бензинчик поднялся, и, естественно, локасьон, аренда, аренда вот этого трактора тоже поднялась. Так что, ребята, вот такие вот дела. И что делать, и как быть, и, ну, настроение такое нулевое какое-то. Вроде бы как что-то такое приятное получил, вроде бы как-то у тебя и настроение получше, а как денежки потратил, вот так вот, раз, два, шестьсот евро, вот. Дор, дом, девочки. Сегодня, помимо продуктов, купила еще две обновочки на кухню. Сковородку гриль взяла, потому что у меня здесь ее нет за 15 евро, потому что цены растут, и потом уже не до посуды, наверное, будет. И за 7 евро вот такую вот форму для духовки, ну, думаю, буду ее использовать не только для запекания, но и для тирамису, потому что, видите, здесь бортик такой высокий. У меня здесь или вот такая вот маленькая есть, как бы на всех, нам в такой формочке тирамису, шо-ив, шо-ны-ив, и вторая она большая, длинная, но бортик низенький. Получается такое, я готовила тирамису такая тонкая, длинная. В общем, чего попало. И купила вот такой вот аромат, это натуральный аромат из цветочков апельсина. У нас есть очень вкусные пироженки, моделены называются, и вот они со вкусом цветов апельсина. Ну, я, конечно, моделены навряд ли осилю готовить, да и формы у меня силиконовой нет, вот этих формочек для них, даже для кексиков нет, вообще ничего нет. Ну, нет и нет, и не надо. Но хочу приготовить самый обычный яблочный пирожок, возможно, и форму эту обновлю. И сверху я взбиваю белок и добавляю туда не лимонный сок, как обычно, а вот этот вот подливка или как соус из цветов апельсина. Но это не сегодня и не завтра, а тогда, когда похолодает, тогда и буду готовить. Ну, что сказать, наша Аська просто чемпион по фигурному изобретению пост, да? Улеглась и лежит на спинке. Я знаю, чего ты ждешь. В пузачоса ты ждешь, да? Ну, что ты кусаешься, глупындя ты, мала, глупындя. Ой, как его ну мягонький, так его ну хорошенький, ну так его ну золотое. Вот. А-та-так, а-та-так. Желтоглазик ты мой. Сегодня мне так повезло по скидке купить, посмотрите, какой шикарный лосось. Почти по 18 евро, 17,80, если я не ошибаюсь. И килограммовая упаковка, и я вам почти весь килограмм на тартар свежайший, настолько красивый, настолько классный. Здесь у меня базилик, сладкий желтый перец, лосось. Сейчас я выжму сок одного лимона, потому что порция большая. И также будет у меня, как дополнение, но внутрь я не кладу, как дополнение, очень вкусно с авокадо. У меня он пер прикалывается, смотрите, вот это вино, что мы в Испании покупали, засунули в морозилку, чтобы оно быстро остыло. И забыли вытащить. Смотрите, какое. Достал, говорит, пусть, хотел сказать, остывает, пусть согревается. Так, ладно, у меня там и картошечка тоже жарится. Вернее, не картошечка, а вот такие вот кругленькие, они как крокеты, помнуазеты называются. Так, досточку помыть, тартарчик заправить, и все буду выносить на террасу. У нас уже начинает холодать, уже не 38, а где-то, наверное, градуса 32-33. Так что будем ужинать на свежем воздухе. Вот так вот у меня сегодня получился очень спонтанно ужин на скорую руку. Тартар, морские улиточки, это соль, если кому мало будет, майонез. Мои едят вот эти улитки с майонезом. Я не ем, мне даже вообще и без диеты не нравится. Мне нравится, когда морепродукты и вкус морепродуктов, а не соуса. И Мелешка попросила у меня немножко фриты и вот этих вот помнуазеты. Ну что-то они у меня такие сверх подзолотились. Ладно, девочки, всем желаю хорошего вечера, хорошего настроения, мирного неба. Приятного аппетита. Если тоже ужинаете, время зовет к столу. И, конечно же, увидимся.